Всем здравствуйте! Слава Михаила Тимофеевича Калашникова до сих пор многим не дает покоя. Ну как может человек с семью классами образования создать автомат, занявший почетное место в книге рекордов Гиннеса как самое распространенное и популярное в мире оружие, которому устанавливают памятники, которые изображают на гербах и флагах государств, оружие, именем которого называют детей. Спекуляции на эту тему вагон и маленькая тележка. К примеру, нередко главными создателями знаменитого автомата называют то Василия Федоровича Лютова, советского инженера, конструктора и испытателя стрелкового оружия, то Александра Алексеевича Зайцева, талантливого конструктора-оружейника. Любопытно, что все эти инсинуации начались после кончины этих талантливых людей, зачастую с помощью цитат из их якобы мемуаров. При этом хочется отметить, что мне так и не удалось найти воспоминания ни Лютого, ни Зайцева, только цитаты. Когда и кем они были опубликованы, в каких изданиях и вообще были ли они на самом деле, это вопрос вопросов. Без сомнения и Лютый, и Зайцев сыграли существенную роль в судьбе Михаила Тимофеевича и оказали ему неоценимую помощь при создании автомата. При этом не удивлюсь, если выяснится, что пронырливые журналисты, выдернув цитаты из контекста воспоминаний этих людей, вывернули все наизнанку и белые сделали черным, а черное – белым. Как пример, вот поговаривают, что Лютый высказывал неудовольство и обиду недооценкой его работы при создании легендарного автомата. А родственники Александра Алексеевича Зайцева, как поведал нам московский комсомолец, якобы утверждали, что чиновники от власти считали, что в аббревиатуре «Грозного оружия» не место имени Зайцев, так как это звучит несолидно. Поэтому и появился АК – автомат Калашникова. А мог бы он называться и АЗК, или АКЗ? В связи с этим подумалось, почему АБ-46, то есть автомат Булкина, который был основным конкурентом Калашникова в финале испытаний, мог быть, а автомата Зайцева нет. Так что все это не более чем выдумки и домыслы. При этом критики Калашникова до сих пор не определились, кто все же главный создатель легендарного оружия – Зайцев или Лютый, так как эти действительно талантливые оружейники, внесшие существенный вклад в создание АК, при жизни никогда не ставили под сомнение то, что главным творцом автомата был именно Михаил Тимофеевич, а теперь, когда их не стало, понеслось. При этом ни для кого не является секретом, что при создании того или иного оружия, ставшего впоследствии всемирно известным, обычно принимают участие десятки безвестных специалистов-оружейников, целые конструкторские бюро, но знают его обычно по имени главного конструктора, а эти безвестные специалисты-оружейники так и остаются безвестными. Ну и конечно же, нельзя не вспомнить про самого главного конструктора автомата Калашникова, немца Хуга Шмайсера, имя которого в годы войны было на слуху благодаря так называемому автомату Шмайсера, потому как на магазине этого оружия красовалась патентная клемма Шмайсера, и которая на самом деле являлась пистолет-пулеметом МП-38-40 другого немецкого конструктора Генриха Фольмера, в котором применялись эти магазины. Нередко Шмайсера Филы, спекулирующий на теме работы Шмайсера в Ижевске, утверждает, что это был едва ли не лучший немецкий конструктор-оружейник всех времен и народов, и именно он руководил группой специалистов из Германии во время разработки автомата, который впоследствии стал называться АК-47. Дополните, господа, этой группой из шести человек руководил бывший конструктор завода Гуслов-Верке Карл Барницкий, а Хуга Шмайсер, как конструктор, был в этой группе шестым номером, или первым сзада, кому как нравится. При этом у каждого конструктора в этой группе, судя по известным документам, было индивидуальное задание, и они не работали над единым проектом, но это уже тема отдельного видео. Так что главный вопрос в истории пребывания Шмайсера в Ижевске состоит в том, он действительно был слабым конструктором или просто саботировал работу, ссылаясь, как сказано в характеристике, на отсутствие специального образования и неумение самостоятельно конструировать. Первым и главным аргументом авторства Шмайсера в создании автомата Калашникова у Шмайсера Филов является его внешнее сходство со штурмовой винтовкой СТГ-44, конструктором, который считается Хуга Шмайсер, и им совершенно плевать на то, что у этих автоматов совершенно разная механика. Ну да ладно, я предлагаю сейчас провести простой эксперимент. Вот вам задание. Поставьте видео на паузу и нарисуйте автомат с такими элементами. Деревянный приклад, пистолетная рукоятка и коробчатый магазин на 25-30 патронов. Уверен, что у большинства из вас получится то, что внешне будет напоминать и АК, и штурм ГВР-44, да и многое другое современное стрелковое автоматическое оружие. А сейчас вгляните на образцы немецкого оружия, которое в годы войны было разработано другими немецкими конструкторами. Вот это МКБ-42 конструкции Вальтера. Этот автоматический карабин соперничал с карабином Шмайсера, проиграл конкурс, но его Курковой УСМ был позаимствован для штурм ГВРа. А вот еще один автомат, разработанный в конце войны другим немецким конструктором Куртом Хорном, который также работал в Ижевске. И вот в этих трех автоматах, несмотря на то, что их создавали разные конструкторы, во внешнем виде много общего. Может это Шмайсер консультировал Вальтера или Хорна во время конструирования ими своих автоматов, или нет? А почему тогда они так похожи внешне? Конечно, когда в Советском Союзе началась разработка автомата под промежуточный патрон, какое-то влияние, как я думаю, на их внешний вид, конечно же, оказал МКБ-42 и МП-43-44, но прототипами они точно не были. А теперь посмотрите подборку автоматов, разрабатываемых в Советском Союзе под промежуточный патрон и которые были предоставлены на конкурсы, начиная с 1944 по 1947 годы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Что, и этих людей консультировал Шмайсер или его конструкторское бюро работало над этим оружием, но сейчас о другом. Итак, в финале оказались три автомата – Калашникова, Булкина, Дебентьева. По итогам заключительных испытаний, которые проходили с 16 декабря 1947 года по 10 января 1948 года, победителем признали автомат Калашникова. Так началась история легендарного автомата. История, не зная сослагательного наклонения, но давайте пофантазируем. Представьте, если бы в конкурсе одержал победу автомат Булкина или Дементьева, и возможно, кто-то из них смог бы повторить успех Калашникова. Как и автомат Калашникова, это оружие имеет отдаленное внешнее сходство с СТГ-44, поэтому становится любопытным. А назначили бы Шмайсера Филов в конструкторы какого-то из этих автоматов, так горячо любимого ими Хуга Шмайсера. Ну а что, имеется внешнее сходство. Шмайсер в это время работал в Ижевске, а то, что эти автоматы разрабатывались в Туле и в Коврове, это их вряд ли взволновало бы. В связи с различными инсинуациями на тему автомата Калашникова, мне вспомнили слова известного педагога и психолога Дейла Корнеги. Не забывайте, что никто никогда не бьет мертвую собаку. Уверен, что различные обличители Михаила Тимофеевича вовсе не стремятся к истине. Они просто получают злобное удовольствие клевеща на человека, стоящего неизмеримо выше их. Так что всю эту несправедливость и клевету можно считать своего рода скрытым комплиментом главному создателю легендарного автомата и его оружию, признании его значимости и важности успеха. А у меня на этом все, всем спасибо, если видео понравилось вам ставьте лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, всем мирного неба над головой и до свидания.